Централизованное тепло. К домам в Зайльцовском районе проложат новую теплотрассу. Она станет альтернативой котельной Новосибирского мясоконсервного комбината. Несколько лет назад на предприятии решили, что снабжать теплом дома дальше не будут. Общежитие, детский сад и пять многоэтажек уже подключили к центральной сети. Подробнее расскажет Александр Потенихин. В подвале общежития на улице Холодильной не холодно. Напротив, теперь здесь источник тепла, ставший альтернативой котельной Новосибирского мясокомбината. Тепло от нее получали порядка 40 объектов в Зайльцовском районе. В 2016 году муниципалитетом совместно с МУП «Энергией» началась планомерная работа по переключению объектов, запитанных от данной котельной, на централизованную зону теплоснабжения. То есть от источника ТЭЦ-5. Два года назад руководство мясокомбината сообщило, предприятие собирается вывести котельную из зоны теплоснабжения. Это общежитие, детский сад и пять многоквартирных домов уже подключили к центральной системе. Тепловой пункт в общежитии оборудовали самым современным оборудованием. Обеспечивается постоянный напор воды в трубопроводах. Прежде чем исключаются резкие скачки, перепады давления, которые могут привести к аварийным ситуациям. А также экономится электроэнергия. Когда расход воды минимален, допустим, на горячей воде, свои обороты двигателя тоже минимальны. В прошлом году на переподключение потратили 45 миллионов. В этом уже 82. Затраты выросли, поскольку нужно прокладывать новую теплотрассу. Предстоит переделать газовую котельную на улице Сухарной в центральный тепловой пункт. К этой котельной сейчас подключены только три дома. Но в будущем именно она станет центром теплоснабжения для остальных объектов. В 2017 году сюда подведут трубы. Но полноценно функционировать она начнет в 2018. Получать отопление от мясоконсервного комбината или от котельной для потребителей не имеет значения. Главное, чтобы зимой в квартирах было тепло и уютно. Все работы проводят летом. Поэтому большинство даже не заметят этих глобальных перемен. Александр Потенихин, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok